Таблички, топеры или наоборот, лаконичные букеты без всяких излишеств. Мода на цветы к первому сентября меняется из года в год. Уже с середины августа в салоны флористики начали поступать заказы на букеты. В этом сезоне соровчане отдают предпочтение небольшим компактным букетам. Вообще любят то, что долго стоит. Дольше стоит это, конечно, хризантема. Но опять же, за любым цветком нужен уход. Но все зависит от вкуса. Кто-то опять нежные сборные, кто-то чисто там хризантема. Одна гортензия в упаковке как-нибудь красиво. Поэтому все индивидуально. Подбирая букет на первое сентября, нужно учитывать в первую очередь возраст ребенка. Если цветы несет первоклассник, купите ему небольшой букетик, чтобы он его не закрывал и удобно помещался в руке. Главное, чтобы малыш мог всю линейку продержать его в руках. Цветы в коробке лучше не брать. Ее неудобно нести. Можно выбрать вариант с корзинкой. При выборе цветов нужно учитывать и возраст учителя. Если учителю выше 40, допустим, то желательно в более ярких оттенках. Если учительница молодая, там, до 40, то заказывают чаще нежные цветочки, пастельную цветовую гамму. За любыми букетами или композициями нужен уход. Флористы цветочного дворика советуют подрезать цветы каждый день и менять в вазе воду. Нельзя ставить букет туда, куда падают прямые солнечные лучи или близко к батарее. Лучше держать цветы в прохладном месте.